Доброго времени суток, мои дорогие! Рада вас приветствовать на своем канале. Давно не делала расклад на Донецк. Пришло, наверное, время сделать. Ходят разные слухи, ну как пел Высоцкий. Ходят слухи по дворам, что там еще, обезубые старухи, их разносят по умам. Я ни в коем случае никого не имею в виду, это просто слова из песни. Слухи эти разносят, конечно же, в первую очередь и Цепсо, и украинские каналы. Вы же знаете, что там, если хотя бы были каналы еще в оппозиции к нынешней власти, их все заблокировали. 24 часа на 7 крутятся новости новостная, это бесконечная лента, и везде у них перемога. Мне тут как-то попалось, не помню где, сравнение Зеленского 3 года назад. Когда он там, то ли еще в избирательной кампании был, то ли только выбрался, выбрали его в президенты. Вот, и сейчас. То есть за 3 года это настолько разительные перемены. Я все понимаю, я понимаю, что устал. Но он был таким, какой вот сейчас практически, уже больше года назад, еще до начала всех вот этих событий. Как можно было так измениться за 2 года? Ну, да нельзя. Это, конечно, нечто. Но человека ничего не останавливает. Я, в принципе, понимаю, почему. Потому что души у него давным-давно нет. Я уже вам говорила об этом. И не потому, что он бездушный человек. Нет, у него реально нет души. Душу увели. И найти ее никто не может. А физическое тело можно, конечно, держать очень долго. Угрожает, конечно, страшными вещами. Но забывает одну вещь, что все это прилететь может. Ну, я про снаряды с особой начинкой. Все это может прилететь в сторону западной, туда на запад Украины и, соответственно, в Европу. Об этом все забывают. А сам президент не думает о своих жителях абсолютно. Потому что, как бы то ни было, аукнется всем на Украине. И будут очень серьезные проблемы с земледелием. Об этом никто не думает. Думают, что если натовские генералы сказали, что все будет хорошо, то это будет классно. Нет, не будет. Дорогие мои, не будет. Ну, вернемся к Донецку. Там уже ситуация изменилась. Я не вижу использования этих снарядов на Украине. Я не знаю, чем это можно будет объяснить. Вполне возможно, что все-таки кто-то запретит более влиятельный, запретит Англии поставлять это вооружение. Ну, будем на это надеяться. А пока возвращаемся к Донецку, потому что раскладов было уйма чужих. Я знаю, вы смотрели, видели разные расклады, страшилки. Да, город прилетает. Но, насколько я знаю, меньше, чем раньше прилетал. В меньшем количестве. К счастью. Да, разрушения есть. Да, город страдает. Жители страдают. Это бесспорный момент. Вот. Но... Какой-то катастрофы я не вижу. Ну, давайте посмотрим, что карты расскажут. И так, до конца апреля месяца Донецк. Город будет идти к поставленным целям. Ну, я думаю, одна из целей это, в конце концов, прекратить обстрелы города. Поэтому вполне возможно, что они прекратятся. Вот. Восстановить город. Наладить работу города, инфраструктуру. То есть целей-то очень много стоит в городе. Вот. И город, и руководство постепенно, ну и жители, конечно, к решению этих вопросов идут очень упорно. И успешно. И довольно-таки быстро. Как сейчас обстановка в городе? Тоже есть договоренности, которые ведут к дальнейшему развитию самого города. Медленно, но ведут. Что это может быть за договоренности? Ну, новые какие-то договора. Это территория России уже внесена в Конституцию. Поэтому, соответственно, выстраиваются новые логистические связи. Есть определенные договоренности по восстановлению города. Потом там регулярно что-то меняется в руководстве. Я уж точно не знаю, но я просто смотрю, что появляются какие-то новые лица в руководстве города. То есть какое-то вот идёт движение. Плюс, соответственно, перестройка идёт на всю эту юридическую часть под российское законодательство. Всё это. То есть идёт полным ходом переход. Да, это непросто, но договариваются. Нужно иметь в виду, что бюрократию пробить очень тяжело. Поэтому, конечно же, многие вопросы тормозятся. Я знаю, много трудностей есть. Это я всё знаю. Они, к сожалению, и в России, ну, так скажем, на данный момент на материке, да, есть вопросов очень много. У нас, слава богу, убрали губернатора. Правда, говорят, его перевели в Москву, но не знаю. Может быть, из Москвы куда-нибудь отправят подальше его. Потому что город, конечно, в ужасном состоянии находится. Ну, это тоже, опять-таки, всё относительно. То есть перемены какие-то есть. Регулярно слышно. То там, то там что-то происходит, меняется. То за этих блогеров, миллионеров зацепились. Вот. То ещё что-то. То есть какие-то подвижки идут регулярно. И об этом периодически можно услышать. Не всё, конечно, озвучивается. Далеко не всё озвучивается. Но можно что-то услышать. Поэтому в городе тоже идут постоянные какие-то передвижки, какие-то изменения. Есть новые договорённости. Чаще всего, скорее всего, это договора там с поставщиками, с производителями и так далее. Но сами дончане это лучше знают. Вот это всё, что происходит, к сожалению, город должен был пройти по каким-то своим, может быть, кармическим моментам. Высшие силы призывают, что нужно пересмотреть свою жизнь, продумать, всё ли правильно, ли поступали раньше и сейчас. Потому что это не только Донецк, как это касается. Очень люди потеряли именно духовную часть своей жизни. Очень. В церковь ходим, молимся, но на самом деле мы не верим в то, что действительно мы можем получить свыше помощь. Но нужно иметь в виду, что помощь может приходить разными путями, как в том анекдоте. Да, я три раза тебе лодку присылал, но ты ни разу не воспользовался. И в ближайшее время в городе многое будет пересматриваться, и что-то будет новое, интересное, предложено городу. Главное не отказываться от этого, а принять как сюрприз, как подарок, так скажем, от высших сил. То есть какое-то будет предложение. Возможно, от тех же китайцев. Возможно. Я вот читаю комментарии, особенно под этими видео про Китай, я в шоке. Вот они захватят вас, вот это самый Восток, Сибирь, туда. Дорогие мои, жители восточной части Сибири, там вот это все туда, чтобы Китаю ближе. Дорогие мои, а вы-то на что тогда? Если вы будете молчать, то все может быть. Они берут все, что плохо лежит. Вы тогда на что? Поднимайте вопрос. Сейчас не то время, когда нужно было молчать. Сейчас достаточно туда, в верхушку звонить, и будут приниматься меры. Пишите в прокуратуру и так далее. То есть решайте эти вопросы, не сидите на месте. Вообще сейчас у китайцам будет не до каких-то захватов части России, бы свои территории уберечь. Поэтому опугаться их не нужно. Пускай вкладывают деньги, помогают развивать, почему бы и нет. Главное, чтобы у людей были рабочие места, главное, чтобы была зарплата и развитие и отрасли, допустим, если это будет связано что-то с металлургией, что скорее всего. Вот. А может быть, это будет заключен договор на то, что они будут покупать из Донецка что-то, Донецк, Донецкая область, что-то именно произведенное там. Скорее всего, это будет что-то с металлургией связано. Или углем. Поэтому этого бояться не нужно. Но ухо держать востро надо. Вот. Так что вполне возможно, что вот какое-то будет предложение по договоренности по налаживанию отношений не отказываться. Может быть, уже идут переговоры. Ну, давайте посмотрим, как будет развиваться Донецк. Общее такое направление до конца апреля. Так. Раз, два, три. Вот у нас там четыре недели, да? Ну, еще вот так возьмем. Вот. Тут у нас еще это неделя. И еще обычно как-то недели четыре на Минсес приходится. Я могу сказать, что вот эти вот страшные вещи для города, которые, в принципе, удавалось избегать опасные какие-то моменты, они подходят к концу. И это мы даже в очень, довольно-таки, в скором времени можем увидеть. То есть вот этот период опасности у различных угроз для города и жителей, он подходит постепенно к концу. Пока еще будет оставаться страх, будет еще страшно. Страшно будет вот заключать новые какие-то договора. Но, опять же, я говорю, это может быть связано как раз с Китаем. Поэтому страшно. Главное сразу оговаривать все границы для китайцев, для компаний. Тогда они не будут лезть куда не надо. Но договоренности будут. И вполне особо-то их и бояться не нужно. Город будет много работать. новые какие-то работы будут. И, скорее всего, извне организованной, так скажем. Может быть, конечно, зарплата не настолько будет большой, как хотелось бы. Но это на данном этапе. Потом вполне возможно будет все нормализовано. В каких-то моментах в городе будет такая ситуация 50 на 50. Главное не витать в иллюзиях. Главное четко город должен понимать чего хочет ну и, соответственно, руководство. Да каждый житель должен понимать, что он хочет. Я, например, своим детям сейчас им каждому уже 1,26 будет, остальным уже за 30. А вот я им говорю, что дальше ближайшие 5 лет. Вот 5 лет ближайших. Что вот как ты себе представляешь, что ты хочешь через 5 лет, чтобы у тебя было. Поэтому во многих вопросах они запинаются. Время идет и бежит очень быстро, поэтому сидеть некогда, надо думать. город будет мобилизовываться, собирать свои внутренние ресурсы, потому что боевые действия будут еще в Донецкой области продолжаться. но знаете вот как сказать такой интересный момент продолжаться-то они будут, но за счет того, что вышел у нас рыцарь мечей. Я не сказала бы, что это именно вот в плане боевых действий. Это будут какие-то хорошие новости, и именно новости по планированию, по каким-то финансовым вопросам, решению финансовых вопросов. хотя карта мечевая. Но в городе боевых действий нет, поэтому можно не рассматривать. Будут какие-то практичные вещи применяться, использоваться. То есть я так понимаю, что в городе сейчас, ну и в городе и в области близ прилижающих регионах будет внедряться очень много новых вещей, новых может быть открываться новые предприятия. В плане будет ли атака на Донецк со стороны ВСОН. Я могу сказать так, что может быть они бы хотели но на это не пойдут. Единственное, что ресурсы они еще в районе Донецка будут держать и очень нужно следить за воздухом, потому что вот поднятая сверху рука и вниз. то если если была вот эта рука внизу и вверх то я бы читала как с земли вверх идет информация какая-то либо ситуация здесь идет с воздуха вниз поэтому прилеты еще могут быть но как таковые действия так хотелось бы но не будет хватать сил они в этом плане их никто не поддержит этого что еще что еще можно посмотреть давайте посмотрим на социалку в городе социальную сферу в городе в апреле месяце будут появляться новые возможности для жителей будет внедряться что-то новое в плане финансового обеспечения какой-то новый может быть уровень может быть начало какого-то проекта нового именно для Донецкой области ну Донбасса конечно это же не только Донецка касается а может быть и в самом городе будут вводить какие-то дополнительные финансовую поддержку людям но будет открыто очень много возможностей для людей новой опять же главное четко понимать чего ты хочешь и тогда ты будешь нужное направление выбирать в каком плане ну даже возьмите тот же материнский капитал можно его частями снимать расходовать и расходовать месяц да можно сразу всю сумму вложить во что-то в любом случае какой бы вы выбор не сделали потому что здесь равноценный выбор вы получите успех то есть положительный результат а со старым чем-то придется расставаться со старыми взглядами главное по этому поводу не переживать даже если это будет касаться какой-то вашей собственности мне нравится как есть поговорка у евреев спасибо господи что взял деньгами спасибо господи что мы живы и остальное все восстановим да переживания будут это понятно еще раз говорю люди вкладывали в это свой труд у кого-то на это ушло всю жизнь вот но это всего лишь дом а вы сами живы остальное все можно восстановить деньги будут на это выделяться и уже выделяется то есть можно сказать что социальная сфера постепенно в апреле месяце придет к очень хорошей стабильности то есть людям не надо будет беспокоиться так ну а так именно вот контратак таких со стороны высо не будут а что как будет развиваться события связанные с обстрелами города и приближающих районов пока будет оставаться по старому но постепенно это выйдет на другой уровень менее опасный для этого будет еще и приложено очень много сил для того чтобы защитить город ну выходит карта победы по срокам я ничего не могу вам сказать точно но так как задала вопрос в апреле то про апрель то скорее всего к концу месяца обстрелы города прекратятся победа новые какие-то будут активные действия то есть будет очень серьезно и активно противостоять наши ребята обстрелам Донецка и будем надеяться что к концу апреля они прекратятся до этого будет приложено очень много усилий вот такой расклад про Донецк надеюсь ответила на все ваши вопросы знаю там есть еще и вода и газ электричество но это вы должны понимать что постепенно это будет восстанавливаться и все наладится желаю вам всем мирного неба над головой тихих спокойных ночей и дни берегите себя берегите своих близких и до новых встреч